Светское и мирское обсуждали на встрече глава администрации Самара Олег Фурсов и благочинные Самарской епархии во главе с митрополитом Самарским и Сызранским Сергием. Церковное сообщество живет по своим законам и правилам, но изменения, происходящие в городе, касаются всех, уверен глава администрации. Никто не должен остаться в стороне от реформы местного самоуправления. Часть полномочий придать на районный уровень, чтобы сами районы определяли, куда тратить те или иные деньги, которые будут собираться на территории того или иного района. И формировать местную власть, исходя из предпочтения населения. Не сверху навязывать, а формировать изнутри. Взаимодействие между властями и духовенством приносит в Самарской области хорошие результаты. У благочинных накопились вопросы, в решении которых, по их мнению, городские чиновники могут помочь. Рядом с крамом на лицевой части, в проезжей части, это на улице Победы, находятся 8 киосков. 4 киоска из них сегодня не имеют документов, которые позволяют нам там оставаться. С 4 киосками стоит вопрос, возможно ли было бы здесь попросить участников городской администрации, участников администрации района в этой непосредственной ситуации. Киоски крупногабаритные, поэтому там ведет претензионная работа, они незаконные. Мы при получении судебного решения, мы эти киоски будем демонтировать. Самара освобождается от незаконных киосков, рекламных счетов и баннеров. Это одно из приоритетных направлений новой политики городской администрации. Так же, как и экономия бюджетных ресурсов и распределение средств на реальные нужды горожан. Конечно, первым шагом моим было на этом посту выделение денег. Мы их нашли, эти деньги, приобретение дорожной техники. Мы стремимся к тому, чтобы 100 единиц техники было плюсом куплено в этом году. Стремимся. И это уже сейчас сказывается, вот 52 единицы мы купили, это сейчас уже сказывается на том, что город стал чище, меньше стало пыли. Мы от центральных районов идем в дальние районы, и мы обязательно до них дойдем. Власть близкая к народу – цель, на которую направлена реформа местного самоуправления. Очередной ее шаг – выборы 13 сентября, на которых самарцам предстоит решить, кто будет представлять их интересы в районах. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов, События.